Сегодня в Оренбургской области вынесли приговор сотрудницы городского фонда самосовершенствования личности. Под громким и благозвучным названием скрывалась тоталитарная секта, специализировавшаяся на развращении детей. Ее организатор Вячеслав Веснин пока только ждет суда в камере изолятора, а сотрудница, приговоренная сегодня, была психологом, как раз и отвечавшим за работу с детской группой. Обратим внимание на гуманность суда. Да, медали условный срок. Михаил Чернов передает. Марина Абросимова на суд пришла в парике и темных очках. В школе самосовершенствования ее знали под другим именем, Яна. Там она руководила детской группой, где занимались ее, дочка и сын. Вот на отчетном концерте подопечные при полном зале читают сказку о Кащее бессмертном. Это 17-й и последний день рождения школы. На стриптиз из зрительного зала внимательно смотрят дети. Вследствие остановило. Взрослые их вообще не стеснялись, особенно во время выездов на природу, где процветали групповые оргии. Мама и папа таким образом избавлялись от психологических проблем. Колеблющийся удерживал порноархив. Где еще нормальный человек найдет вот такой гарем в этой жизни? То есть как бы любая женщина, с любой женщиной можно было, так скажем, на этой выездной сессии все что угодно делать. Адепты секты писали расписки. Не вступать в брак до 30 лет и не заводить детей. Но дети все равно появлялись. Их также приводили самосовершенствоваться. Безусловно, пострадали существенно несовершеннолетние потерпевшие по делу. А главные последствия это существенное нарушение психосексуального развития у них. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось такое воспитание подрастающего поколения, если бы на очередной сессии на лоне соли леских озер сектантов-развратников не положили на землю люди в черных масках. Мастера Вишнина, вот он слет воздушные поцелуи, и еще шестерых организаторов обвинили в растлении малолетних. Сейчас верховный гуру в следственном изоляторе. Приговор его правой руке Марине Абросимовой вынесли раньше всех, потому что руководители детской группы судили в упрощенном порядке. Вину признала и помогла следствию изобличить остальных организаторов школы с эротическим уклоном. Психотерапевт Абросимова преподавать теперь не будет. Приговор пять лет условно с лишением права заниматься профессиональной деятельностью и штраф 50 тысяч рублей. Ее бывшему наставнику Веснину такое снисхождение суда вряд ли грозит. Михаил Чернов, Сергей Скворцов, Олег Брыкин, НТВ, Оренбургская область.